Всем привет! Меня зовут Чайгана, я художник. Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я буду рисовать акварельную иллюстрацию, используя новый для себя материал от GAMMA. Это акварельные краски 36 цветов, бумага для акварели и кисти. Эти материалы мне отправила компания GAMMA для того, чтобы я потестировала их и поделилась своими впечатлениями. Это у нас металлический пенал для акварели, невероятно красивого стильного красного цвета. Он предназначен для 35 кювет. Мы открываем и видим место для этих кюветок. Крышка представляет собой палитру из 5 секций. Также мы видим дополнительную металлическую палитру, куда можно выдавливать краски удобно в ложе. Еще сзади у нас есть колечко, которое будет очень удобно для рисования на планере или же для рисования стоя за мольбертом. Это у нас набор акварели Старый Мастер из 36 цветов. На обложке очень красивый пейзаж. На задней части у нас есть состав набора, каждый цвет и его свойства, а именно название цвета, номер цвета, степень светостойкости, степень укрывистости и количество пигментов. Объем каждой кюветки это 2,6 мл. В картонной коробке у нас находится пластиковая форма, где лежат все кюветки, а также внутри мы увидели акварельную бумагу для выкрасок. В наборе, как было сказано, у нас 36 цветов, а пенал предназначен для 35 цветов, то есть одной кюветки не хватит места. Я начинаю располагать кюветки в пенал и они ложатся просто идеально, поскольку этот пенал специально сделан для кюветок размера гаммы. Полная цветовая палитра у акварельной серии Старый Мастер имеет 70 цветов, у нас получается половина цветовой палитры. Серия Старый Мастер считается профессиональной. У гаммы также есть ученическая линия, которая называется студия. В профессиональной линейке Старый Мастер у гаммы есть акварельные краски, гуашевые краски, пастель, бумага для акварели, холсты и бумага для пастели. Что интересного в акварельных красках Старый Мастер, так это то, что ее рецептура разрабатывалась в собственной исследовательской лаборатории завода Гамма. Рисовать я буду двумя кистями, одна плоская, другая круглая. Это серия Модерн, я пользовалась раньше другими кистями этой серии и уверена, что эти тоже будут вести себя замечательно в работе. Смотрите какой тонкий и аккуратный ворс у кистей. Круглая кисть имеет тонкий кончик и довольно объемный ворс. Я рассчитываю все маленькие детали сделать именно этим кончиком. Большую часть работы я буду рисовать круглой кистью и буду брать плоскую тогда, когда мне нужны будут свойства плоской кисти. Я начинаю делать выкраску красок на бумаге, которая шла вместе с красками. Первый цвет у нас называется китайская фарфоровая, это белый цвет. Все цвета тестирую по порядку. Набор у нас большой, поэтому у каждого цвета будет несколько вариаций. Например, у желтого у нас 4 оттенка, оранжевый 1, 7 вариаций красно-розовых, 1 фиолетовый, 5 оттенков синего, 1 бирюзовый, 5 оттенков зеленого и целых 9 оттенков окр и коричневого. Также у нас есть серая пейна и черный цвет. Состав красок следующий. Пигмент, гумиарабик, наполнитель, вода и добавки. Касательно того, из скольки пигмента состоят краски этого набора, 26 кювет однопигментные, то есть состоят из одного пигмента. Это китайская фарфоровая, все оттенки желтого, оранжевый, все оттенки красного, кроме алой, у нее 2 пигмента, все оттенки синего, кроме индиго, он трехпигментный, бирюзовая двухпигментная, все зеленые однопигментные, кроме зеленой натуральной и оливковой, они двухпигментные. Из оттенков охры и коричневого у нас 6 цветов однопигментных, неаполитанская желтая и сепи имеют 3 пигмента и охра желтая имеют 2 пигмента, серая пейна и натуральная черная имеют по 3 пигмента. То, что краска в своем составе имеет больше, чем 1 пигмент, не значит, что ею не надо пользоваться или то, что ее нужно избегать. Это всего-то значит, что в ее составе использовалось больше, чем 1 пигмент, 2, 3 или 4. В нашем наборе нет 4 пигментных. Рисовать и пользоваться многопигментными можно так же, как и однопигментными. Надо лишь научиться с ними работать, делать разные смеси, смотреть какой цвет хорошо идет с каким и какие оттенки получаются. Многопигментные краски так же, как и однопигментные, имеют красивые цвета и нужны и важны в палитре. Только если вы, конечно, не решите убрать осознанно некоторые цвета, решив, что в вашей палитре они лишние. А вообще лучше со временем создать свою палитру из тех цветов и оттенков, которыми вы пользуетесь чаще всего. И вы знаете, какой будет результат от них. В моей палитре цветов, которыми я пользуюсь постоянно, есть разные краски. Я смотрю на то, насколько цвет мне актуален, какие свойства у цвета и для каких целей его можно использовать. Для чего он подойдет и когда. Для меня очень важный и критичный показатель в выборе красок это степень светостойкости, о чем я много раз говорила в своих видео. Мне кажется, что в каждом обзоре красок я говорю о том, что лично для меня светостойкость это очень важный показатель. И по степени светостойкости наш набор довольно выигрышный, так как 31 цвет из 36 имеют 3 звездочки, то есть максимальную степень светостойкости. И можно не переживать за сохранность работ. При правильном хранении они будут сохранять свой вид и цвет около 100 лет. 4 цвета имеют среднюю степень светостойкости, это 2 звезды. Давайте посмотрим на бумагу. Это серия студия. Плотность бумаги 200 грамм на метр. Цвет такой приятный, белый, слоновой кости. Ячейки довольно различимо видны, то есть я могу сказать, что между этими ячейками хорошо будет ложиться пигмент. В целом на акварельной бумаге, где ячейки хорошо видны, где фактура проявлена, красиво будут смотреться краски с грануляцией. Фактура у бумаги у нас среднее зерно, я обычно рисую на среднем зерне как раз. На выкраске я не заметила сильной грануляции у красок, но я говорю в общем, что если у вас будут краски с грануляцией, у Дэниел Смит роскошная грануляция у некоторых красок, то ее можно увидеть на фактурной бумаге. Цвет у бумаги у нас не сильно холодный, я бы сказала, что это что-то среднее между белым и слоновой костью. Сначала я работаю полупрозрачными слоями и чем дальше продвигаюсь, тем начинаю использовать более насыщенные слои краски. Давайте вернемся обратно к свойствам светостойкости. Мы сказали, что 4 цвета из 36 у нас являлись цветами с хорошей степенью светостойкости 2 звезды. Это оранжево-желтая, алая, оливковая и охра-желтая. В принципе эти цвета легко заменяются другими цветами с тремя звездочками из этого же набора и одну звездочку у нас имеет кармин. Давайте определимся, чтобы не использовать слова хороший, высочайший, отличный и так далее. 3 звезды это высокая степень светостойкости, 2 звезды средняя степень светостойкости и 1 звезда низкая степень светостойкости. По годам это будет 3 звезды около 100 лет и выше, 2 звезды 25-100 лет и 1 звезда 10-25 лет. Это обозначение именно у гаммы, у серии старый мастер, у других брендов цифры будут немножко отличаться, так же как и название уровней степени светостойкости, но приблизительно они будут похожи. Какие бы это краски не были, акриловые, масляные, акварельные, у меня краски с 1 звездой степени светостойкости не проходят отбор. Я выбираю ими не рисовать, так как я понимаю, что 10-20 лет это мало в сравнении со 100 годами. Давайте посмотрим на степень укрывистости красок. 5 из них являются укрывистыми, это обозначено квадратиком, который полностью закрашен. 16 являются полупрозрачными, это наполовину окрашенный квадратик. И 15 являются лисировочными, это обозначено пустым квадратиком. Что же касается смешения цветов, то краски дают очень органичные, красивые оттенки после смешения друг с другом. Я хаотично использовала палитру, смешивая те оттенки, которые мне нужны. Грязи никакой у меня не получалось, я делаю смешение цветов интуитивно, смотря что мне нужно. Очень постепенно выстраивала слои, я работаю послойно. Насыщенность у большинства красок довольно высокая. Если вы наберете немного на ворс, то это даст уже очень много цвета. На этапе выкраски я заметила, что два цвета очень плохо набираются. Это умбра натуральная и умбра жженая. Особенно умбра жженая никак не набиралась на ворс. С остальными цветами таких проблем не было. Возможно это именно в моем наборе были такие умбры. Я нашла как решить эту проблему. Нужно увлажнить краску до того, как вы начнете ею пользоваться, либо пульверизатором побрызгать по всей палитре, либо локально на эти два цвета. Потом подождать, пока вода впитается в кюветку. И после этого можно легко набирать краску. После увлажнения кюветок я легко набрала краску на кисть. И увидела истинный цвет этих двух оттенков. Умбра натуральная и умбра жженая. Это красивые оттенки. Оба имеют высокую степень светостойкости, поэтому я буду ими пользоваться и дальше. Просто применяя метод увлажнения, так скажем. Из всех цветов мне очень понравился фиолетовый и оттенки красного и синего. Они такие вибрирующие, чистые, насыщенные и звонкие. Особенно кадмий красный светлый, пироль рубиновый. Также хинокридонный, голубая автолациановая. Настолько яркие и насыщенные. Резюмируя краски, скажу, что они классные, очень насыщенные, яркие и к тому же бюджетные. Я бы порекомендовала их начинающим художникам, также и профессиональным художникам. Если вы рисуете очень много акварельными красками или хотите попробовать новые для себя оттенки. Бумага неплохая, выполняет все функции акварельной бумаги. Кисти просто шикарные, у гаммы кисти действительно просто нереальные. Ворс у кистей очень податливый, мягкий, им работать очень комфортно. Вот такая вот получилась акварельная иллюстрация. Всем спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!